Здравствуйте, уважаемые! Хочу вам рассказать об одной офигенно полезной фиче в 3D Max. Сначала я расскажу, почему я решил записать это видео. Потому что эту фичу я увидел у одного ютубера, которого я давно смотрю, и он офигенный чувак, бла-бла-бла, все такое, очень полезные вещи рассказывает, очень понятно, очень доступно, очень приятным голосом. И так далее и тому подобное. Но в последнем уроке он 20 минут рассказывал об этой фиче, а в конце, чтобы ее применить, он предлагает зарегистрироваться у него на сайте. Это меня дико взбесило. Я объясняю, почему. В сети миллиард сайтов. На каждом сайте есть какая-то полезная фишечка, это 100%. Вы мне предлагаете на миллиарде сайтов зарегистрироваться, чтобы все это узнать? Я не в обиду это говорю, но меня это правда бесит. Если ты уж начал что-то рассказывать бесплатно и всем, то рассказывай это, пожалуйста, до конца. И не ебать народ на дополнительные действия, чтобы это применить. Это жутко бесит. Посмотрите на меня, но с условием. Ладно, все. Я плохо сейчас сгорел, на самом деле я горел гораздо сильнее в уме у себя, но словами я это не буду передавать, так и быть, потому что ночь-полночь на дворе. Итак, значит, полезная фича заключается в отражении. Я создал сцену, это план, это шар, это два чайника и все, и в отставках больше ничего нет. Значит, я создал три материала. Первый материал это стандартный материал, стандартный материал с измененным спекуляр, левелем и глоссе. Ну вот так, ну неважно это. А в карту диффуза я засунул Ray Trace. Обычный, кроме вот этой галочки. Я позже объясню, почему я на рефлекцион именно переключился с автодетекта. Все, остальные все два материала точно такие же, только у этого вот. У второго материала изменен цвет на голубенький, чтобы не путаться. Так, чайнику я... На чайник я применяю вот такой материал. Второй чайник тоже такой. На шарик я применяю. Второй синенький материал. И на стол я применяю... Нет, не этот вот этот. Серенький, ну давай какой-нибудь другой сделаем. Неважно. Такой. Пофиг. Некрасиво. Ладно, пофиг. Значит, все эти материалы, материалы сейчас они рефлектуют. Если я сделаю рендер, то я ничего не вижу, потому что света нет. Добавлю в спе. Вот сюда нажму в восьмерочку. Вот в этом поле восьмерочку. В канав, вот сюда вот в карту я добавлю через битмап. Через битмап карту HDRI. Как это делать, я не буду рассказывать. Смотрите, вот здесь галочку ставлю. Дальше я захожу вот сюда. Конфигурую их порт. Здесь ставлю галочку отображать background на видовом окне. Все, у меня появилась карта сзади HDRI. И вот мы видим, и вы видите, да, что на всех предметах есть отражение этой карты, но нет самих предметов. Ни на одном. То есть я на этом чайнике не вижу этот чайник с шариком и так далее. Понятно, да? Их нет. И галочки, чтобы это убрать, в максе не предусмотрено. И, значит, если у вас вот по умолчанию вот так стандарт стоит, на стандарте тоже видно. Ладно, видно и видно. Вот, то есть на рендере это есть теперь. Видите, да? Ладно, и шарик отрендерим. Вот на шарике, видите, два чайника есть теперь. А на чайниках, соответственно, тоже отражение есть. Ну, видно вот, если присмотреться. У меня... Вот. То есть на рендере-то это есть, а в видовом окне нет. Но иногда это бывает очень полезно. Для этого есть два скрипта. Вот этот первый скрипт, который включает отражение на видовых окнах всех, всего окружения. Значит, вот так вот он выглядит из трех строчек всего, да? Вот этот второй скрипт, который выключает. Вы вот эти строчки просто копируете в блокнот и сохраняете в формате .mcr с расширением куда-нибудь. Вот так это должно выглядеть. Даст динамик рефлекшн офф и даст динамик рефлекшн офф. Теперь я беру вот этот он. Включите, перетаскиваю сюда. Перетащил. Теперь я вот сюда захожу. Материал Реалистик и включаю. Видели, да? Материал Реалистик. Реалистик. Материал Лайт Мапс. Та-дам! И у меня появились в видовом окне отражения всех предметов на всех предметах. Шарик, чайник, шарик, чайник. На рендере тоже. Значит, затем я включил в карте Array Trace не Auto Detect, а Reflection. Потому что если я Auto Detect ставлю, смотри, что происходит. и рендерю. Вот это вот на... Видите, что происходит? Какая-то херота. То есть он определяет неправильно, где рефлексировать, а где преломлять. Я сейчас меняю обратно Reflection и рендерю. Вот на дальнем, на правом чайнике. Еще раз. Видите, какой-то туман появляется непонятный, а отражение вот это пропадает. Если я включу Reflection, то все нормально. Ну, я не знаю, может, я где-то еще галочку какую-то не поставил в настройках, но вот я вот это вот... Как бы сам нашел. В общем-то, все. А, ну и выключить, как это все дело. Просто переключить, перетаскиваю теперь не он, а off. Сюда. Да, и у меня теперь все пропало. Вообще все. Чтобы включить обратно, надо вот Hide Quality включить. Ну и тыкнуть на всякий случай материал, реалистик материал. Все. Теперь у нас обратно все отражения пропали, кроме заднего плана. Значит, задний план нормально. С ним все нормально. На рендере тоже все нормально. Скрипт будет в описании. Ну или можете ручками набить то, что видели на экране. Все. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok